Хорошее утро Хорошее утро Хорошее утро Хорошее утро Друзья, это хорошее утро на Кубань-24 Женя, что с тобой случилось? Доброе утро! Вы смотрите Кубань-24 Хорошее утро Всем здравствуйте! И сегодня свой день Вместе с вами начинает Евгений Шитухин Полина Копленкова Очень бодрая судьба Очень задорная и веселая Полина Копленкова Итак, сегодня 14 июня Среда И как говорит моя бабушка Среда пришла, неделя прошла Отлично С чем мы вас и поздравляем Друзья, сегодня среда 14 июня А это значит, что уже середина Первого месяца лета Представляете? Лето уже А мы еще не были на море А мы еще не были на море Да, а многие еще не сделали Загранпаспорта И, кстати, сегодня-то день Праздник у работников Миграционной службы Сегодня Все, кто отправляется в ФМС Не забудьте поздравить Всех работников там с праздником А вот вас без очереди пропустят Помимо этого Сегодня празднуется Международный день донора Я все верно сказал? Все правильно Сегодня Международный день донора И праздник этот очень важный Очень нужный Вообще, на самом деле Кровь сдавать нужно И сдавать кровь нужно каждому Не нужно думать, что если у меня редкая группа крови То вот она всем нужна А если у меня распространенная То у всех и так она есть Это на самом деле не так Во-первых, это полезно Чем чаще вы сдаете кровь Тем лучше она обновляется Я, кстати, знаю человека Вернее, я его не знаю Но я знаю, что в Австралии Живет 79-летний И он до сих пор сдает кровь Он сдал кровь более тысячи раз И спас более 2 миллионов жизней А ну-ка давай посчитаем Тысячу раз по 450 миллилитров Это получается 450 литров Ого-го-го 450 литров Вы... 400... Я не буду... Я буду долго повторять 450 литров Но там дело в том, что Он на самом деле в детстве Перенес сам очень тяжелую операцию И поэтому еще в детстве Решил, что он станет донором Но когда стал сдавать кровь Выяснилось, что в его крови Есть какой-то очень... Очень редкие какие-то антитела И таким образом Его спрос как на донора Вообще возрос в несколько раз На самом деле, друзья Идем сегодня сдавать кровь Для этого хорошо с утра позавтракайте Сдайте кровь И не забудьте рассказать об этом В социальных сетях Почему? Потому что сегодня день кого? День блогера День блогера То, что там модно Модно Сдавать кровь, это модно Помогать людям Итак, друзья Помимо этих праздников Сегодня мы отмечаем Международный день блогеров Кто же такие блогеры? Что они делают? Чем они занимаются? С этим вопросом Я и вышел на улицы Нашей родной Кубани На улице города Краснодара И узнал вообще Как относятся к этому празднику К международному дню блогера Всем привет Всем доброе утро Сегодня 14 июня И в этот день празднуется Международный день Видеоблогера Как к этому празднику Относятся краснодарцы И вся Кубань Мы узнаем Ну скажите, как нужно Отмечать такой праздник Очень странный Брать интервью, как вы Вот, кстати Опа, здравствуйте Чего? Нельзя? Опа В коем случае Да мы хотим с вами посидеть немного Знаете, какой сегодня праздник? День конника А какой праздник важнее? День конника Или день видеоблогера? Ну конечно, день конника Видеоблогеров много А конников мало Последняя информация, которую ты получила От видеоблогера От видеоблогера? Да А девочке какой-то нос испортили Международный день Видео Нет, видеоблогеров Ой, извините В интернете Очень популярное видео С Называется Bottle Flip Challenge Здесь минералочка Просто на Кубани живем Итак, смотрите Мы берем бутылку Мы должны бросить ее так Чтобы она прокрутилась И упала на свое дно Это американская бутылочка Мы играем по-другому Как? Мы вот так вот ложим и крутим На кого выпало Того целуем Мы начинаем твой первый в мире видеоблог Как тебя зовут? Соня Йоу-йоу-йоу Это Соня АПЛ Твой первый совет? Я не люблю мух И вам не советую Бээ Вчера я убила муху Вчера она убила муху Из меня плохой блогер Я сразу признаюсь Вы это, наверное, заметили Пока все хорошо идет Выходила на берег Катюша На высокий берег На крутой Опа-опа Знаете, какой праздник сегодня? Нет День видеоблогера А, это хороший день Кто такой видеоблогер? Ну, во-первых, человек неравнодушный К обществу Вот В его проблемах Вот Все дело в том, что у тебя нет кепки Модной Модной кепки Которая обязательно поможет Если ты в кепке, то ты видеоблогер Здравствуйте Что расскажешь сегодня? У меня появилась кепка Это плюс сток моей крутости, наверное Подписывайтесь на канал Кубань24 Ставьте лайки Палец вверх И обязательно репост Да И лайки Евгений Шитухин Начинает это утро Вместе с вами Полина Копленкова А также в нашей студии Наши замечательные гости Это певица Лауреат-победитель множества Международных конкурсов Алена Корнева А также сексофонист Юрий Красильников Доброе утро Спасибо, что пришли к нам Доброе утро Какие вы красивые Сразу проснулись Во сколько просыпаетесь? Честно? Сказать Ну не считай сегодняшнего дня Здесь же все на вашей совести Пожалуйста Ну по-разному Если это будние дни Ну стараюсь поспать подольше Ну я, например Ну где-то в 8-9 просыпаюсь Наверное, просто как певица В основном уже работаешь Там вечером Да, вечерние концерты Поэтому приходится На следующий день отсыпаться Да, потому что Насколько я знаю, кстати, сон Он тоже влияет на состояние голоса Не доспишь Все будет как сейчас Ясно То есть вчера легла поздно, да? Сегодня стала рано Не доспала Ну, насколько я знаю У нас есть замечательный повод Нашего сегодняшнего с вами общения Совсем скоро Завтра в Краснодаре пройдет Первый сольный концерт Алены Корневой Разная Вот так и называется Да Ну расскажи, чем ты будешь удивлять Что будет нового? Почему разная? Ну, я такая Такая, я такая разная Ну просто так получилось Ну я просто думала Чтобы такое честное сказать Какая я на самом деле Вот Пару дней У нас был мозговой штурм С моими там Помощниками Организаторами И в итоге Ну естественно Мне пришла мысль Для того, что все-таки Ну какая я Ну разная я Алена, вот давай для тех зрителей Которые ни разу тебя не слышали Ты можешь рассказать Что представляет из тебя Из тебя твое творчество? Мое творчество? Что ты поешь? Пою на самом деле У меня очень разнообразный репертуар Это около тысячи, наверное, песен На сегодняшний день По стиль, направление Поп, джаз, лаунж, софу, дип хаус Очень много направлений на самом деле В зависимости от требований Там площадки, мероприятия и так далее Ален, я знаю Там просто огромные Высеченные золотом имена Людей, которые причастны К твоему концерту Ну правда Ну что, Стас Лободенюк Он ставит твой концерт Мимо тоже проходил Самира Зарян ведет Ведет Ковер-бенд Алены Корневой Да, он самый Подсказывай что Техническое оснащение Самых крутых компаний На сегодняшний день Все мне помогают организовывать Это такое глобальное событие Это будут не просто песни Это будут танцы, шоу Это будет шоу Да, у меня огромная группа танцоров Джаз-дэнс, которые там девочки помогают Сколько вы готовили? Сколько вы репетировали? Вообще готовимся уже полгода, наверное Ну, то есть Если кто-то из нас Вдруг захочет Собственный сольный концерт Прям полгода подготовки Поэтому начинай прямо сейчас Не, ну если человек гениален Может он как бы И может позволить себе За месяц все организовать Но я считаю Что должно быть все точно Аут и до Поэтому лучше Сколько платьев приготовила? Чтобы не соврать Пять Вот так Два уже готовы, да То есть завтра концерт Два уже готовы И сегодня будет платьев Ну я сегодня заберу, оставлюсь На самом деле все так и делается В последний момент Вообще, Ален, утро Прекрасно выглядишь Свежа, бодра Расскажи вообще В чем твой секрет бодрости Вообще, как ты завтракаешь В конце концов? Ой, это надо показывать Если у нас есть такая возможность Сейчас мы раскроем все секретики Как нужно выглядеть замечательно утром Алена сейчас расскажет и покажет Как приготовить хороший завтрак Для хороших людей Как называется этот завтрак? Ой, никак не называется Успеть за пять секунд Хорошо Я вижу, вот хлебцы У нас есть и вот такие круглые Ну вот, кстати, у меня дома Вот, в принципе, все так и выглядит У меня нет хлеба Я его уже давно не ем Я ем хлебцы Желательно цельнозерновые Сейчас мы будем готовить сладкий бутерброд Итак, пожалуйста Вот эти Вот этот? Пожалуйста, бери Ты будешь тоже готовить? Я буду помогать тебе Смотри, есть у нас основа Что дальше? Давай творожную пасту возьмем Берем творожную пасту Ой, а может быть я пока порежу фрукты Давай У вас бутерброд с фруктами, что ли, будет? Опа, Полиночка Вот, как говорится Не завидуем, не завидуем Как говорится, не захотела ходить туда-сюда А у нас бутерброд с фруктами Ален, скажи, пожалуйста Ты выступала на одной сцене со многими звездами Ну, делись Допустим Я знаю, что Валерий Меладзе На очень приличном мероприятии мы с ним работали Кто еще? Я забыл, если честно Валерий Меладзе Сосо Павриашвили Айова Айова Нюша Ну, расскажи, кто из них зазвездился? Вот кто из них просто зазвездился, некуда? Ну, Нюшины танцоры съели всю нашу еду Опа, привет тебе, Нюша Сказал Женя, дожевывая клубничку Хорошо Вот Ты режешь, а я тебя забираю, да? Я режу, я ем почему-то Ну, у тебя очень красиво получается Так, клубника Но помимо клубники нам еще нужно Хорошо, Нюша, вот она Нюша зазвездилась и ест прям Ест то, что дают Другим музыкантам, да Она может себе позволить, видимо Ну, самое интересное Ладно, Нюша Ей петь, ей нужны силы Ну, танцоры Им же танцевать Как можно перед танцами есть? Я не понимаю, вообще как На пустой желудок танцевать? А мне вообще в эфире есть? Валерий Меладзе Валерий Меладзе Девочка, много плакатов дома Валерия Меладзе, пожалуйста Он милейший вообще Я с ним фотографировалась Я сказала, что я пою у него на разогреве А он сказал Что вы, Аленочка? Не на разогреве, мы коллеги Я думаю, как мило А чем вы мажете? Творожная, кубанская творожная масса Ой, круто Здесь, кстати, здесь 20% Я на запах узнаю Я на запах узнаю Здесь 20% жира Ну, это не то, что масло Это облегченный вариант получается Для утра на самом деле нормально абсолютно Утром можно есть все Вот так, аккуратно, быстро Ну, вот утром всегда торопишься куда-то Быстро намазываешь Ален Хватит, хватит есть У нас вся семья Вот смотри Все ждут завтрака Каждый хочет покушать Ну, я, видишь, делаю уже твою работу Держи Ну что, я предлагаю позвать наших ребят Завтрак готов Ура, ура, ура Приходите, пробуйте Но для начала я покажу Какая красота Это я называю отцовский Отцовский А это уже как бы Смотрите Лайт-вариант Чудесно Пожалуйста Клубничка Творожок Ой Можно запить это все Молочным Оп Вкуснейшим молочным Женя, ну я предлагаю Пока мы будем с тобой пить Молочные коктейли Кушать вкуснейшие бутерброды Как говорится Мы будем себя вести как Нюша А ты, Аленушка Пожалуйста Спой нам что-нибудь Не стыдись Да задай нам настроение утреннее Чтоб мы все пошли на работу весело Да запросто Что будешь петь Что-нибудь нерусское Что-нибудь нерусское Прямо сейчас Исполняет Алена Корнева Ну что, ребята, вы готовы? Тогда начинаем Хорошее утро ПОЕТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ Друзья, это хорошее утро. И сегодня у нас в гостях Алена Корнева, Юрий Красинников, Полина Копленкова и... Евгений Живуньков. Просыпаемся. Ну а далее у нас в Перекубань 24 факты спорт, факты и факты погоды. Оставайтесь с нами. Друзья, это хорошее утро. Мы снова с вами. Евгений Шитухин, Полина Копленкова. Начинаем этот день вместе с вами. Просыпаемся, заряжаемся позитивом. Ну а для тех, кто еще не проснулся, мы покажем будильник от нашего телезрителя. Зовут его Мадин. Итак, пожалуйста, из города Краснодара. Всех с добрым утром, Краснодар. Хотелось бы передать привет всем, кто меня знает, пожелать доброго, продуктивного дня, больше эмоций и не грустите. Лето наступило и всем тем, кто работает, скажет, ребята, я с вами. Мы прорвемся еще. Доброе утро, Краснодар. Ребята, ни в коем случае не грустите. Именно об этом говорит Мадин. Присылайте нам свои видеобудильники, будите своих друзей, коллег, маму, папу, деверя, заловку. Абсолютно всех. Мы ждем ваше видео на телефон WhatsApp 8-988-312-1515. Вконтакте, в паблик «Хорошее утро». Либо на нашу почту. Утро.дефис.кубань24собакамail.ru И вы обязательно разбудите всю Кубань. Женя, я хочу рассказать про другой конкурс. Совсем скоро всеми нами любимый праздник. 8 июля – это День семьи, любви и верности. И в честь такого красивого праздника мы запускаем новый конкурс. Друзья, молодожены, будущий молодожен. Будущий молодожен. Если вы уже подали заявление в ЗАГС и хотите узаконить свои отношения, все серьезно, присылайте к нам свои заявки. Накануне праздника, Дня семьи, любви и верности, прямо здесь, прямо в этой студии, мы поженим одного из вас. В общем, ребята, у вас есть отличная возможность сэкономить на свадебных операторах и сделать это все за счет… И на ведущих. Ну нет, пятачок придется потратить. И сделать все это за счет нашего телеканала Кубань-24. Хорошее утро, мы всегда с вами. Вообще, друзья, общайтесь с нами, присылайте свои видеобудильники, присылайте свои желания, проявляйте свое желание участвовать в конкурсах, а еще присылайте нам свои приветы и поздравления, потому что у нас есть кто? Светлана Владимировна. Светлана Владимировна. И сейчас мы передаем слово… Той. Той. Рыжеволосой, как морской закат, девушки Светлане Владимировне. Доброе утро, мои дорогие любители приветов и поздравлений. В нашу редакцию приходят тысячи сообщений и ваших писем. И начну сразу с необычного привета. Ну, не совсем привета. Продам петухов. У меня их много, а вам, может быть, надо. Возраст один год, заботливый и активный. Мои куры в восторге. И подпись «Володя. Частное хозяйство». А привет передаю маме… А вот привет. Привет маме Нине. Спасибо, Владимир. Удачной вам продажи петухов. Здравствуйте, Светлана Владимировна. Пишет нам наш постоянный телезритель Вань Калашин. У меня нет сейчас интернета, но за ваши слова, идущие от сердца, хочу сделать вам подарок. Хоть бы машин. Пришлите точный адрес для бумажного письма. И я, как куплю флешку, вышлю вам все свои домашние концерты. Иван, это то, что я хотела. Спасибо большое. Прекрасный подарок. Пишите нам на адрес короленко2. Дробь 2. Но это еще не все. Иван прислал нам стих. Да не простой, а вот такой. Дело это было во лесу. Поздравлял веселый волк лесу. Прыгал с балалайку и песни исполнял. Слон, увидев, громко хохотал. Ой, лиса, ты послушай, красивая, меня волка порой несчастливого. Сегодня праздник и радостный я. С днем рождения, в общем, кума. Вань Калашин, хутор Красной Горы, прислал нам этот шедевр. Дальше он прислал еще один стих, но это уже завтра я вам прочту. Спасибо, Иван, за ваше творчество и слова. Мы ждем ваших сообщений каждый божий день. Далее. Байда Алексей передает пламенный привет ребятам из поселка Зорька. Федя, Антон и Валя, привет вам. А вас, Светлана, приглашаем в гости. У нас сейчас в Зорьке грибы пошли. Приезжайте, пирогов напечем, самовар поставим. А то, что вы там в своем Краснодаре сидите? А тут природа и грибы. Алексей, спасибо вам за приглашение. Конечно, приеду. Друзья, и вы тоже приглашайте, вернее, пишите свои приветы и поздравления. Никого не обделю вниманием. Хорошего вам дня. Обнимаю. Спасибо, Светлане Владимировне, за ее чарующий голос, за ее доброжелательность, доброту и добросердечность. Ты почему-то так же начала говорить. Подсиживаешь, Светлана Владимировна. Николь не случай. Друзья, у нас лето в разгаре. Сезон отпусков. Все мы куда-то летим. Летим в гости. Летим на моря. И мы хотим дать вам совет. Точнее, не мы, а наш высококвалифицированный юрист. Если что-либо с вами в полете случилось, если вы потеряли багаж, если вам нанесли моральный или, не дай бог, физический ущерб, вы можете получить за это деньги. Как это сделать? Узнаете в хорошем совете. Смотрим. Хороший совет. Доброе утро. Сегодня мы с вами поговорим о тех изменениях, которые будут несены в ближайшее время в Воздушный кодекс Российской Федерации. Они касаются правил воздушной перевозки. Сразу отметим, что в апреле этого года Российская Федерация ратифицировала Международную Монреальскую конвенцию, согласно которой ужесточается ответственность перевозчиков за отмену либо перенос рейса. В настоящее время, если ваш рейс задерживается, то компенсация в среднем может составлять не больше, чем 50% от стоимости билета. И в настоящее время варьируется в среднем около 1800 рублей. Как только будут несены изменения в Воздушный кодекс Российской Федерации, стоимость компенсации за задержку рейса будет более 300 тысяч рублей, вне зависимости от того, насколько задержался рейс. Согласно новым изменениям, теперь стоимость компенсации за утерянный багаж либо испорченную ручную кладь будет составлять порядка 78 тысяч рублей и будет зависеть от стоимости специальных прав заимствования. Также у нас с вами изменяется размер компенсации в том случае, если был причинен вред здоровью пассажира либо произошла авиакатастрофа. В настоящее время страховая премия за причинение вреда жизни либо здоровья пассажира составляет около 2 миллионов рублей. По новым правилам, которые будут несены в Воздушный кодекс Российской Федерации, в случае, если пассажиру будет причинен имущественный либо вред здоровью, размер компенсации будет составлять порядка 7 миллионов 800 тысяч рублей. Также у нас с вами изменяются границы ответственности авиаперевозчиков. В настоящее время перевозчик несет за нас ответственность с того момента, как только мы с вами прошли регистрацию на рейс и закончили предполетный контроль безопасности. С этого момента и до выхода за территорию аэрового вокзала перевозчик несет за нас ответственность. Согласно новым правилам, которые будут несены в Воздушный кодекс, перевозчик будет нести ответственность за нас только тогда, когда мы с вами перешли трап самолета и вошли на борт воздушного судна. Дорогие друзья, несмотря на те позитивные поправки, которые будут внесены в ближайшее время в законодательство, я желаю вам приятных полетов, и чтобы вы не сталкивались с случаями утери багажа и базы бежки рейса. Хорошего дня! Это был Хороший совет. Спасибо вам большое. Наши гости уже готовятся, а не в гримерный. Да, друзья, если вы хотите сделать что-то хорошее этому миру, если вы хотите помочь людям совсем скоро, в нашем эфире, в эфире программы «Хорошее утро» мы расскажем, как это сделать, поэтому не переключайтесь. Ну а для тех, кто тяжело просыпается и не может подобрать утром правильные слова, следующая рубрика «Хорошее слово». Доброе утро! Сегодня я буду спрашивать значение слова «фирул». «Фирул» знаете, что такое? Нет. Ой, я извиняю, вы меня еще снимаете? А еще раз можно слово? Нет. Не знаю, может, предположения какие-то нет. Ну, если для вас обычно, я первый раз это слышу. Ру-то сайт, наверное, какой-то. Ну, возможно, от железа как-то первым. Железо у нас железное либо что-то. На самом деле «Фирул» – это металлическая часть на конце карандаша с ластиком. Просыпаемся! Вы смотрите «Хорошее утро» по-прежнему телеканал «Кубань-24». Ну что, мы добавили новые слова в наш лексикон и теперь готовы поговорить с нашими чудесными гостями, которые уже пришли к нам в студию. Итак, у нас в гостях руководитель благотворительного фонда «Край добра» Яна Сторожук. Доброе утро! Ну, а также композитор, продюсер, автор музыки песен на русском, адыгейском языках, заслуженный артист республики Адыгея, Карачаева, Черкесия Аслан Тлибзу у нас в гостях, друзья. Доброе утро! Доброе утро! Здравствуйте! Здравствуйте! Вот, 19 июня, в 19.00 в Музыкальном театре «Премьера» пройдет благотворительный концерт «Аслан Тлибзу» и все средства, собранные на концерте, пойдут на помощь детям. Это так? Это так. Наш проект действительно будет посвящен помощи детям. Аслан его посвятил нам. Это грандиозное шоу. Я думаю, Аслан о нем расскажет подробнее. Ну а мы, конечно, приглашаем всех в 19.00 посетить концерт и прикоснуться не только к прекрасному, но и помочь больным детям. Это прекрасная возможность. Прикоснуться к больному. Я знаю, что вот с Асланом у вас идет прям такая долгая совместная работа. И расскажи, как вы познакомились. Мы познакомились с Асланом. Я пригласила на наш благотворительный вечер, который проходил два года назад. И, собственно, Аслан сразу отреагировал и приехал к нам. Я думаю, Жень, ты помнишь этот вечер? У меня маленький вопрос. Кто вел этот вечер? Я думаю, Жень, ты помнишь, кто вел этот вечер? Я думаю, даже Аслан помнит, кто вел этот вечер. Евгений Штухин, спасибо. Продолжаем. Вот, собственно, тогда Аслан сразу откликнулся на нашу просьбу, приехал, выступил для наших доноров, меценатов. И после этого, через два года, Аслан предложил посвятить свой проект нам. Здорово. Я так понимаю, у вас будет не просто концерт, Аслан, это будет шоу, правильно? Да, это будет музыкально театрализованное шоу, в котором будут собраны несколько коллективов хореографических с разных республик. Это Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, город Краснодар и, естественно, наш город Майкоп из республики Адгея. Вот, и на одной сцене у нас будет работать около 150 человек артистов. Вот, это будет костюмированное театрализованное шоу, вот это такое эпическое, такое этническое. Вы будете играть? Я буду играть, да, музыка, которая будет в программе, она авторская, написанная мною на протяжении последних полутора-двух лет. Вот, и над этой программой мы работали. В прошлом году, осенью, мы, значит, у нас был дебют этой программы в городе Майкопе. И сегодня мы хотим ее представить городу Краснодару, и, естественно, мы хотим, чтобы этот зритель увидел не просто показать программу, но чтобы мы хотели изначально, чтобы оно максимально эффективно было. Не просто концертная программа, обычный коммерческий концерт, но оно, чтобы с пользой было, естественно, для деток. Аслан, а почему вот тогда, два года назад, или когда у вас произошло знакомство, вы откликнулись на просьбу Яны? Почему для вас это важно? Почему вы решили принять участие? Во-первых, мы артисты, это я и мои коллеги в том числе, мы очень часто в течение года выступаем на подобных благотворительных мероприятиях. Естественно, опять же, причиной этому является больные детки, которые нуждаются в дорогостоящих лечениях. Это мы и по соседним республикам ездим. Но сегодня то, что мы предлагаем, то, что будет у нас 19 июня, это более масштабное мероприятие, более развернутое. То есть мы максимально постарались, чтобы об этом заявить громко, значит, и привлечь нужных нам. Ян, а у меня такой вопрос. Я правильно понимаю, что формат благотворительных концертов, он вообще не в новинку, да, у нас в крае? Поскольку он популярен? Ну, для фонда «Край добра» это, наверное, один из самых масштабных мероприятий. Я имею в виду, чтобы артист полностью свой проект посвятил помощи детям. В нашем крае есть подобные мероприятия, в частности, проходил 2 июня благотворительный концерт Дмитрия Маликова. Но чтобы все средства, собранные от продажи, были направлены, Аслан это делает впервые для фонда «Край добра». Ян, а вот наблюдается ли такая тенденция, что зрители, может быть, на благотворительные концерты идут даже охотнее, чем на простые или как вот? Ну, по моим ощущениям, в принципе, либо это концерт, либо это какой-то товар, отмеченный социальной значимостью какой-то, благотворительный. Люди охотнее откликаются. Даже если мы выбираем на полке товаров какой-то товар, а какой-то из них приносит пользу конкретному ребенку, я думаю, мы все выберем этот товар. А творчество Аслана, у него очень много фанатов, у него очень много людей, которые приедут за ним в Краснодар, которые даже не проживают в городе Краснодаре. Да, если его услышат, да еще и сделать доброе дело, это же будет прекрасно. Да, и Аслан будет играть, мы, наверное, будем танцевать. А самое главное, что все вместе, и те, кто придут, и мы вместе, можем решить самую главную задачу. Это помочь детям, которые сегодня нуждаются в лечении. Ян, скажи, пожалуйста, допустим, я пришел на концерт, заплатил... Приобрели билет. Приобрел билет. И как мне посмотреть на то, что произошло? Мы, наверное, раскроем маленькую такую предысторию того, что будет происходить. Во-первых, мы на сцене уже людям расскажем о том, кому мы поможем. Это будет какая-то адресная помощь? Это будет адресная помощь, да. Аслан знает этих детей, Аслан видел этих детей, он видел еще этих детей, когда приезжал к нам. В принципе, этих детей мы ведем давно. И это те дети, которым помощь нужна не одноразовая, а постоянная. А в каких суммах идет речка? Ну, вот в месяц девочкам, которым мы будем помогать, это две наших Дианы, Диана Сав и Диана Абречь, в месяц этим девочкам нужно от 70 до 150 тысяч рублей. Это то, что... И их жизнь в наших руках. И это нужно делать каждый день. И это делает Аслан вместе со своими коллегами 19 июня. Я думаю, сейчас Аслан как раз даст нам маленькую затравочку, продемонстрирует, что будет 19 июня. Ведь не зря вы взяли с собой инструмент. Все верно? Конечно. Что вы нам исполните, Аслан? Какой-нибудь маленький эпизод из репертуара, который будет звучать у нас на вечере. Мы все во внимании. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Спасибо большое. Итак, друзья, у нас в гостях был Аслан Тлибзу, Яна Старожук. Мы всех ждем 19 июня на благотворительном вечере. А пока мы переходим к фактам спорт, фактам и фактам погоды. Звучит музыка. Друзья, это хорошее утро. Просыпаемся, улыбаемся. 14 июня, среда, короткая неделя, и это просто замечательно. А еще замечательно смотреть на детей, поэтому далее наш эфир продолжит «Шустрое утро». Смотрим. Всем привет! С вами «Шустрое утро». Это Тома, это Никита и я, Денис. Мы находимся в парке «30-летие Победы». Отмечаем праздник детей и детства. И я вместе с моими соведущими сегодня также будем веселиться. Сегодня в нашей программе вы увидите разные рубрики, такие как «Я и ведущий», «Шустрые таланты», «Привет.ру». Еще много чего интересного. Начнем сразу после интересных фактов от «Шустрика». Здравствуйте, мои дорогие любознайки. Я Шустрый и сегодня расскажу вам про рыбу Наполеона. Всем известна знаменитая треуголка Бонапарта. Именно она и дала повод назвать рыбу именем полководца. Рыба относится к отряду окунеобразных. Проживает этот наполеоновый губан в Индийском и Тихом океане. В том числе его можно увидеть, окунувшись в теплые воды Красного моря, а также неподалеку от гавайских берегов в Палау. Длина рыбы Наполеона может достигать 2 метров 30 сантиметров. Активность эти морские обитатели проявляют в ночное время суток. Когда наступает темнота, рыба Наполеона отправляется на охоту. Да, несмотря на мягкий характер и лояльность, по отношению к людям этот губан является настоящим хищником. Пищей для рыбы Наполеона служат морские звезды, крабы, морские ежи, моллюски и прочая морская жирность. Мощный челюсть и большой рот позволяют рыбе Наполеону легко раскалывать прочные покрытия колючих и панцирных животных. На этом у меня все. С вами был Шустрик. До встречи. Привет, Шустрое утро! Скажите, вы умеете петь, танцевать или что-нибудь сделать так, чтобы вас запомнили все наши зрители? Я могу рассказать хирургию. Хирургия. Это Антон Павлович Чехов, правильно? Да. Ну давай. В приемную входит дьячок Ван Мегласов. Высокий, коренастый старик в коричневой рясе и с широким кожаным поясом. Ах, мое вам, зевает фельдшер, с чем пожаловали? С воскресным днем вас, Сергей Кузьмич, к вашей милости. Сел на меднице старуха чай пить. И, не боже мой, ни капельки хлебнешь чуточку, и силы моей нету. А главное, что не в самом зубе, так и во всю эту сторону. Так и ломит, так и стреляет. Что, ты хочешь поступать на актерское в будущем? Ну, я хотела сначала на доктора, потом решила стать ветеринаром. Ну, не знаю, еще вырасту, может быть, передумаю. Представляешь, вот доктор и хирургия, это как-то связано с рассказом Чехова? Твой выбор профессии? Ну, немного связан, но я на зубного не хочу. Ты обладаешь какими-нибудь талантами? Ну, да. А что ты умеешь делать? Петь, еще заниматься любимыми делами, рисовать, помогать кому-то. Мы всех победим! Привет, шустрое утро! Скажите, а можете показать, как вы веселитесь? Вот так вот можно сказать. А ты? Бурное веселье, да? Я люблю рисовать. Сейчас приехала сюда с кукольным театром, чтобы веселить вот таких детей. Да? Да. А вы знаете, что такое кукольный театр? Знаем. Что это? Это такие, одевают на пальцы, такие, делайте кукольный театр. Мы выступаем с большими куклами, которые надеваются на руку. Вот такая кукла. Нас незаметно стало чуть меньше. Ну, ладно. Расскажи, а вы были когда-нибудь в кукольном театре? Да. А что ты смотрела? Я цыпленка. Золотой цыпленок. Ты умеешь говорить по-собачьи? Да. Давай. Гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав. Нет, там еще забыла. Вот так. Аф-аф-аф-аф-аф. Если долго, 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 если долго по дорожке, то потехать и бежать, то, пожалуй, то, конечно, то, наверное, верно, верно, то, возможно, можно, можно, можно в Африку прийти. А-а-а, в Африке реки у такой ширины. А-а-а, в Африке горы у такой высшины. А-а-а, крокодилы, бегемоты. А-а-а, обезьяны, кошелоты. А-а-а, и зеленый попугай. А-а-а, и зеленый попугай. Три, четыре. Доброе, шустрое утро! Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е! Привет, дядя Саша и тетя Оля. Я хочу передать привет своей самой любимой бабушке, самой Лик Валентине Васильевне, своей маме Бобровой Юлии Викторовне, своему папе Сергею, своей бабушке, своей тете и дяде, всем, кто у меня есть, своему классному руководителю Надежде Анатольевне, своим одноклассникам и всему шестому А. Я хочу передать привет своей маме, бабушке, дедушке и папе, своему бывшему классу четвертому А и будущему пятому Б. Привет из Уапсинского района! Я хочу передать привет своей учительнице Татьяне Александровне, чтобы у нее было все хорошо. Еще хочу передать своим друзьям привет, чтобы они хорошо из себя учились, хорошо. И вели себя тоже. И да, и родителям, чтобы они всегда были счастливы. Мы пообщались со многими ребятами из каждого уголка нашего Краснодарского края. И мы хотели вам всех показать, но мы не успеваем. Мы решили показать вам в ближайшие пару дней лучшие выступления ребят. И рассказать вам о том, как прошел праздник детей в городе Краснодаре. А у нас на этом все. С вами было «Шустрое утро». Пока-пока! Пока! Пока! Спасибо нашим юным коллегам. Спасибо, что подарили нам улыбки и позитив. А теперь новости из США. В Америке Брэд Питт провел прогноз погоды. Вот об этом мы хотим поговорить с кубанским Брэдом Питтом Дмитрием Крамарем. Итак, пожалуйста. Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро, Женя! Доброе утро, Полина! Всем привет! Привет, Дим! Ну, посмотри. Это пока не Брэд Питт. Что такое? Это оператор наш. Вот, посмотри, посмотри. Вот он, вот он. Как он выглядит? Ну, нормально выглядит, как актер в возрасте. Хорошо он выглядит, Женя. Скажи, ты смотрел ли этот прогноз погоды? Смотрел. Как тебе? Прекрасно. Ну, обычный актер, любой актер может и прогноз погоды провести, и на коне-то скакать, и в горячую игру войти и свадьбу провести. Это же задача актера. Я перед ним ставлю любую цель, и он и выполняет. Я сам просто по образованию актер, дело в том, что, понимаете... Посмотри, мне кажется, что он взял костюм Шустрика с 2008 года. Вот как у него хорошо, вот это руками получается, да? Вот вам лишь бы смеяться над человеком, а? А вы знаете, почему прогноз погоды он ведет? Почему? Не знаете? Знаем. Он говорит о всемирном потеплении. Молодцы. А я-то думаю, сейчас приду, вот это вот престижу, у вас ничего это не знают. Молодцы. Как у нас с погодой? Вот у нас, конечно, с потеплением пока очень тяжело все. Вот это привычное жаркое кубанское лето не приходит. Да, обычно в июне уже все просто на море, загорали, сгорали, купались. Ну вот сегодня, допустим, и вчера были первые такие душные, ярко выраженные, теплые дни. И люди не растерялись, особенно дети, это любят не теряться. И пользуются любыми побочными, подручными средствами. Вот, допустим, ну я раннее утро могу и заговариваться, что вот это вот меня тоже хотели представить. Так, друзья мои, ребенок нашел лужу свободную. Это было в районе 1 мая, посмотрите внимание, что он сделал. Самое нормальное, свободное лужа, я решил вот так вот справиться. Остальные лужи были заняты, то есть, да? Да, да. Ну, друзья мои, дело в том, что к нам придут дожди, они намечаются, и скорее всего таких луж будет много. Так что, уважаемые жители Краснодара и края, скоро появятся новые лужи, не переживайте, если вам не досталось. А какой конкретно будет погода, давайте сейчас расскажу. Друзья мои, итак, давайте посмотрим на снимок из космоса и выясним, к чему же нам готовится. Вот она, наша прекрасная карта. Что мы видим? Вот Краснодарский край, мы по-прежнему находимся на юге, никуда не перемещаемся. Так вот, вы можете наблюдать белые облака, вот эта зона, да, такая облачная. Это циклоническая система. Она огромная, просто внушительных размерах. Располагается, видите, и Прибалтику, от северо-запада России, восток Европы и уходит в центр Европы. Очень-очень большая такая облачная система, которая движется с запада на восток. Нас эта система тоже касается. Мы не безучастны. Дело в том, что вообще основная масса циклона, вот где белые облака, вот там плохо. Москва, там вообще их заливает, похолодание, ужас какой-то. Когда к нам придет? Вот я рассказываю. Вот это вот, хотел плохое слово сказать. Вот весь этот ужас к нам не придет. Он попозже к нам, он вообще не к нам придет, он сдвигается на восток. Но атмосферный фронт, видите, белое ответвление, да, вниз. Так вот, мы завтра попадем в зону влияния вот этого атмосферного фронта. Мы будем, так сказать, вложбение такой, через которую будут проходить атмосферные разделы. А эти разделы к нам несут более прохладный воздух вот отсюда, с северо-запада, с прибалки, со Скандинавии, на юг, на юго-восток, в нашу сторону. А у нас сегодня воздух прогрелся, друзья мои, а холодный воздух зайдет, столкнется с теплым. Конфликт произойдет. Конфликт. Все правильно. Очень сложно. Драматургия прямо уделяется. Скажи просто, что надеть, и все. Все очень сложно, да? Да. Упрощаю, карта края, смотрим, чего ожидать. Давайте по-простому скажу. Фронт будет двигаться с северо-запада на юго-восток, то есть в первую часть нашего края север-северо-запад и северо-восток попадет. Поэтому там начнутся формироваться кратковременные дожди, тучи. В общем, дождик возможен. Зонтик брать нужно. Затем фронт опустится к центру и ближе к вечеру дойдет до юго-востока. Друзья мои, не везде будет капать. Фронт будет проходить в таком восслабленном состоянии. Сказать, что прям всех зальет, я не могу, обманывать не буду. Просто где-то локально покапает. Ну, конечно, где-то очень сильно и прольется. Так что будьте готовы. А где конкретно сказать не можешь? Не могу, извините. Но знайте, что дождики возможны. Что касается температур, как я уже сказал, к нам заходит более прохладный воздух, поэтому сильной жары ждать не стоит. Однако будет немножечко парить, потому что температуры все равно высокие. Примерно в среднем 25-27 по всему краю ожидается. Ну, да, это как облака, наверное, будет такая влажность, да, высокая стоять? Конечно. Ну, представьте, где-то дождик прошелся, мокро, да, солнышко вышло, все начинает испаряться, душновато. Но терпимо, друзья, это не плюс 40. Итак, Краснодар, друзья мои, к чему готовится? В принципе, нормальный день. Утром и днем 20-27. Мне кажется, очень даже отлично. Меня такие температуры устраивают. Что касается дождей, мы написали маленькую капельку ближе к вечеру. Ну, так, чтобы подстраховаться, друзья мои. Давление у нас ниже нормы, это говорит о том, что будут формироваться куча дождевых облака. Ветер юго-западный умеренный. А ниже нормы, это как-то реагируют люди? Ну, смотрите, 756-757 это давление в норме. Все, что ниже, это ниже нормы, все, что выше, это выше нормы. То есть, может, голова окружится, да? Может, поэтому, если вы метеозависимые, друзья мои, будьте предельно осторожны и следите со своим здоровьем. Конечно. Все, я все удовлетворил ваши потребности в проводе погоды. Спасибо. В следующий раз мы тебя ждем в этом же наряде и вот так же нелепо руками, чтобы ты двигал. Это был Дмитрий Крамер, рассказал нам о погоде. Самое главное, что погода на самом деле хорошая, но не очень и тепло, и не очень холодно. Вот как раз то, что я люблю. Понимаю, ты еще что оцениваешь мои слова? Я тут рассказывал прогноз погоды. Друзья, главное, чтобы хорошая погода была в вашем доме, чтобы на душе у вас была гармония. Смотрите для этого. Хорошего утра и не переключайтесь. Продолжение следует...